Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сейчас будет для вас онлайн-расклад. И тема будет такая, насколько вы для него привлекательны. Я буду выкладывать 6 карт. Вам нужно будет выбрать, чисто интуитивно, загадать своего человека, мужчину или женщину, неважно. Расклад будет общий. Но я буду говорить от имени женщины, конечно. Но вы уже думаете, как вам будет удобно. Если вы мужчина, загадывайте женщину, то переводите все на женский пол. Все мои слова. Хорошо. Давайте посмотрим. Итак. Насколько вы привлекательны для своего человека. Первая карта. Вторая карта. Третья карта. Четвертая карта. Пятая карта. И шестая карта. Выбирайте чисто, интуитивно одну карту. И мы будем смотреть. Слушайте сейчас свое сердце. Потому что то, что вы выберете, я буду только читать. Сейчас зависит только все от вас. Насколько вы привлекательны для этого человека. Загадали? Тогда смотрим. Кто загадал первую карту. Итак. Насколько вы для этого человека привлекательны? Да. Вы очень привлекательны. Потому что у вас очень красивое тело. Тем более, что, может быть, вы обладательница красивого, подтянутого, спортивного тела. За собой смотрите. Тем более, что вы еще знаете, если вы женщина, да, то вы такая прям, возможно, где-то мистическая. А это еще больше его тянет. Вы по натуре достаточно очень такая, знаете, женщина энергичная. Молодая. Духа молодая. Неважно, сколько вам лет. 20 или 60, 70, да. Вы духа молодая. И вы стараетесь находиться больше в этом состоянии молодости. Вы, скорее всего, может быть, за собой хорошо следите, смотрите себе что-то. Покупаете вещи, знаете, может быть, даже не соответствующие вашему возрасту. Потому что, да, например, там молодитесь, так скажем, да. Также, возможно, что, может быть, вы обладаете, да, вот этими вот некими магическими способностями. Может быть, это у вас порода идет. И вы не соответствуете, да, может быть, и сейчас в своем возрасте вы не соответствуете своему возрасту. Но потому что обладаете вот этой некой магией. Потому что, как настоящая ведьма, вы можете абсолютно выглядеть по-разному. Ну, вот это вот и есть загадка, и загадочность любой ведьмы. Да, так скажем. Также вы привлекаете еще его тем, что у вас такой интересный подход к жизни. И вы на жизнь смотрите достаточно очень ярко, не так, как все. Вы оптимистка, вы женщина, которая всегда в ногу со временем, которой хочется жить в будущем, которая дальновидна, который знает, что хорошо и что такое плохо, да. То есть вы такая очень интересная женщина, зажигающая такая. Ему хочется вас постоянно разгадывать и разгадывать. Вы для него являетесь некой таинственной такой особой, которую он прочитать не может. Сколько у вас он, например, знает или вообще не знает, неважно. Он вас хочет полностью узнать, у него не получается, потому что вы такая немножко интересная особа. Давайте еще посмотрим, насколько вы для него привлекательны. Да, конечно, карта дьявола. Слушайте, это вообще вы просто или женщина-скорпион, или женщина-овен, лев. Да, женщина с большой, мощной энергетикой, со страстью, с сексуальностью. Женщина, которая может, знаете, вот все равно, что вот вы, вот это вы, а вот это толпа мужчин, которыми вы можете управлять. И такое ощущение, что он это понимает, он подсознательно это понимает. Что вы та женщина, которая любит, ну так скажем, да, по дьяволу секс, власть, деньги и рок-н-ролл, наверное. Что вы достаточно очень яркая, роковая, возможно, особая, такая, которая, знаете, ничего не боится, очень уверенная в себе, зная, чего хочет и куда идет. И вы для него как наркотик. Героин высокой пробы, да. Он постоянно вас хочет видеть, он постоянно вас нуждается, он не может без вас. Даже если он не показывает этого, и вы даже думаете, ну, наверное, все отстал, не звонит, не пишет. Нет, нет, он без вас не может, он просто вам не хочет покоряться, наверное, и не хочет показывать, что он без вас жить не может. На самом деле это так. Потому что вы для него являетесь, да, вот этой вот дьяволица, просто дьяволица, яркая, красочная, красивая, которая, которая шикарна. Вот и все. Я не знаю, дальше смотреть или нет. Ну, давайте еще. Еще давайте посмотрим, чем же вы его так привлекаете. Насколько вы для него привлекательны. Да, по девятке чаш, вы такая женщина, знаете, которая, ну, вы потрясающая, правда, конечно. Вы достойны даже большего, нежели этот мужчина. Вот на кого вы загадали, он даже вас не достоин. Потому что вы шикарны, вы от жизни получаете просто удовольствие. Вы умеете кайфовать, вы умеете, знаете, отдыхать, гулять, наслаждаться жизнью. Потому что вы этого достойны. Вы в своей жизни очень много сделали того, чтобы сейчас получать удовольствие от жизни. Вы к этому шли много. Может быть, вы много работали, много трудились. Что-то уже сделали такое, что сейчас уже в расслабленном состоянии. Пожинаете плоды где-нибудь, может быть, я не знаю, на Карибских островах. Попиваете сок, да. И слушайте сейчас, слушайте меня, как я на вам поете перамбы. Ну, не знаю, ну, как-то так. Ну, потому что хорошая карта. На вас выпадает хорошая карта. Та же дьявол. Это говорит о том, что вы, вы знаете, вы такая женщина мощная, что та же темная сила, да, вместе с дьяволом, вам просто покоряются, да, и готова для вас все сделать. Та же до такой степени. Не говоря уже об этом мужчине, понимаете. Так что, да, вы для него очень привлекательны. Хотя здесь и может быть женщина и спортивно-то сложение, как я вначале сказала, подтянут и так далее. Так здесь может быть и женщина-пышечка. Расслаб-то общий. И еще могу сказать, вам вообще, в принципе, свойственно худеть и поправляться. И для вас вообще нет никаких проблем поправиться или похудеть. Стоит вам только захотеть, вы тут же там скидываете пару килограммов, хочется немножко расслабиться, тут же можете набрать, потому что вы, опять же, любите от жизни получать удовольствие. А это что? Это прекрасная, роскошная, вкусная жизнь, понимаете. Когда ты можешь позволить себе все, и пироженько на ночь, там, и еще что-то, да, сладенькое. То есть вы с той категорией женщин, которые вообще как бы не парятся. У меня все шикарно. Мужчины, любите меня такой, какая я есть. Вот и все. Потому что я само счастье, воплощение женского счастья. Так оно и есть, правда, так оно и есть. Тут понятно, да? Вот вы шикарная женщина, и он это, конечно, понимает. Поэтому, я не знаю, тянется он или не тянется. Здесь другой вопрос, да? И вообще нужно уже досмотреть этот другой расклад. Но вы, да, привлекательны тем, что вы не похожи на других женщин. Вы самодостаточная, красивая, ухоженная. И всего добились сами, скорее всего, да? Дальше поехали. Кто загадал цифру номер два? Так, насколько вы для него привлекательны? Конечно, естественно, очень привлекательны. Здесь дама кубков. Вы, женщина, это просто вот само начало женское. Вас настолько много, столько вас любви, столько вас нежности, вот этой заботы, доброты, женского начала, которая любит всей душой и всем сердцем, которая понимает, которой не надо объяснять, она по глазам все читает, которая всегда на помощь придет, которая вкусненькое тебе сготовит, и если в больницу надо, еще в больницу тебе принесет, и выхаживать будет, и с тобой убирать будет. Понимаете? Вы та женщина, вот... Вот женщина из самых истоков, да, из самого начала. Вот как Ева, вот это вот Ева, образ Евы. Я не знаю, он Адам или не Адам, кто вообще он там, но то, что вы Ева, это точно. И любить вы умеете, и дарить тепло вы умеете, и преданной быть какой-то им еще там вообще просто умеете, вы все умеете, и вкусно готовить, и заботиться, да, и всех принимать, то есть, да, вот как мамочка. Да, это все есть. Вот этим вы ему нравитесь, своей мягкостью, ранимостью, сентиментальностью, понимаете? Вашей добротой. Потому что здесь, ну, дама кубков, ей расплакаться секунду достаточно. Фильм про любовь, и все, и тут же глаза на мокрой месте. Или какая-нибудь, вот он скажет какую-то дурацкую шутку, а тут сразу улыбка такая и смех. Правильно? Ну, потому что вот, ну, ты чувствуешь, ты как чувствуешь, то и показываешь. Дальше. Что его еще привлекает? Его привлекает вас, что вы где-то тоже, знаете, с одной стороны, может быть очень мягкой, когда нужно, когда вы, ну, когда все хорошо, вы комфортны как-то, да, вот там, где вы находитесь, любимый человек, и все хорошо. И, может быть, совершенно другой вы себя показываете, когда какие-то проблемы, когда нужно брать ответственность, когда нужно идти вперед, когда нужно тащить, я не знаю, тяжелые сумки, когда нужно принимать какое-то решение, вы все это тащите на себе. Он просто иногда в шоке думает, как эта женщина час назад плакала и говорила, я беспомощная, я не знаю, что мне делать. И через час-два она принимает такое решение, что она все это будет делать сама, и ей вообще никто не нужен. Он иногда просто в шоке, потому что у вас это есть. Вы знаете, вы как вот этот бриллиант многогранный. Вот под каким лучом поставь, он так и будет сиять. То есть у вас то же самое. Да, вот та женщина, вы, может быть, можете быть и мягкой, и, с другой стороны, может быть и жесткой. Вот это ему нравится. Ему не нравится женщина вот такие, только мягкие, или только жесткие. Вот то, что у вас есть вот это вот, да, противоречие какое-то некое. Вот это ему нравится. Давайте еще посмотрим, что ему еще нравится. Что вы можете в любой момент уйти от него. От него уйти. Или уйти от кого-то. Принять решение, что я ухожу, все, мне надоело. Я терпела, больше терпеть не буду. То есть ему это нравится, что вы такая. Что вы можете с легкостью что-то оставить, что-то бросить. Я не знаю, килограмм какие-то лишние сбросить. Уйти, поменять цвет волос, поменять цвет одежды. То есть вы, вот, когда вы бросаете как вызов ему. Ах, ты хочешь так? Хорошо. А я хочу так. Все. И будет, по-моему. И он такой в шоке. Вау, а я не ожидала. Я думала, ты будешь такая тихая овечка, солнышко мое. А ты не такой вызов бросаешь. Понимаете? Ему это нравится. Ему это нравится. Ему не нравится, когда вы полностью покорный. На него смотрите. И там, да, в глазки. Ему и говорите, что я тебя люблю всем сердцем. В принципе, это хорошо. Да. Но вот когда слишком вот так все сладко, ему не нравится. Ему нравится вот эта ваша противоречивость. С одной стороны, я хорошая, пушистая. А с другой стороны, я такая ломовая. Сильная, мощная. Ха-ха. То есть, понимаете? И, может быть, вы от него, кстати, уходили не один раз. Бросали его. Ему это нравится. Первое время он ужасался. Как так она меня бросила. А сейчас как-то ему это уже нравится. Хорошо. Идем дальше. Кто заголод цифр номер три? Насколько вы для него привлекательны? Так. Ну, вы знаете, он пока еще такое ощущение, что пока не определился. Толком сам не знает вообще, нужны вы ему, наверное, или нет. Раз разобраться не может ваша привлекательность. Может быть, ему все нравится. А может, вообще ничего у вас не нравится. Поэтому так у него и отношения. Давайте еще посмотрим, насколько вы привлекательны для него. Ну, если честно сказать, то да. Старшаркан Сила. А вот я еще скажу. Вы очень сильная, сексуальная женщина. Имейте такой строптивый, мощный, сильный характер. Может быть, по знаку зодиак лев, овен, стрелец, например, или скорпион. Да, женщина, которая очень такая страстная, активная, мощная, сильная, да, которая умеет управлять. Вы женщина-дрессировщица. Вот для этого мужчины. Вы настолько притягательны, вы настолько можете им управлять, что он ничего сделать не может. Может быть, он и не хочет вам поддаваться, но он ничего поделать не может. Настолько вы притягательны для него. И не только он. Вообще люди к вам тянутся. У вас такая мощная энергетика. Люди все хотят с вами общаться. Я не знаю, там обниматься. Там что-то, может быть, помогать вам как-то или еще что-то такое, да. То есть вы настолько сладкая женщина. Вот именно сладкая, вкусная, мягкая, теплая, родная, добрая такая, знаете, что к вам вот как к мамочке, наверное, все прям просто льнут. Потому что мало того, что у вас хорошая энергетика, очень мощная энергетика, так вы еще и настолько духовно богатая женщина. Не пустая, а именно духовно богатая. Вы умеете давать правильные советы. Вы умеете правильно рассуждать. Вы видите жизнь правильно. Умница, красавица, да, спортсменка-комсомолка, как из фильма. Так что да, он это понимает. Он это прекрасно понимает. И ничего с этим поделать не может. Ну вот так вот. Значит, есть что-то у вас такое, понимаете? Есть. Вы магнит. Вы та женщина-магнит, который мужчина просто тянется и не поддается дрессировке, не поддается. Ну, все равно при вас, так скажем. Давайте еще посмотрим. Насколько вы привлекательны для него? Старший. Страшный суд. Ну да, да, да. Вы каждый раз как разная. Разная для него. Хотя, может быть, он хочет, чтобы вы были, ну, я не знаю, он хочет, может быть, знать вас, да, как прочитанную книгу, а вы такая таинственная, вы постоянно какая-то разная для него. Ну, правильно, дважды в одну реку не войдешь? И он понимает, что время же идет, а вы, наверное, давно друг друга знаете. Время идет, а время людей меняет. Ну, потому что с возрастом, да, человек становится старше, становится мудрее, сильнее и так далее. И это все сказывается на характере, и на внешности тоже. И поэтому, наверное, все думает, господи, я все жду, когда она там со временем уже совсем другая станет, например, она постареет. А вы нет. Вы такая прям девочка-девочка. Красоточка-красоточка держитесь. Ну, давайте смотрим дальше. И еще, знаете, этот мужчина, кстати, что хочу сказать. Вы для этого мужчины являетесь судьбоносной женщиной, так как и он является для вас судьбоносным мужчиной. Вы в любом случае все равно бы встретились бы, встретились бы, потому что в той жизни вы уже встречались. Я вам говорю точно. Встречались в той жизни, и вы, ну, как кармические у вас отношения, да, кармические. Может быть, какие-то уроки сейчас проходите вместе. Если раньше он это не понимал, то сейчас, наверное, понимает уже это, да, что вы неспроста в его жизни появились и так тянете его друг к другу. Вернее, тянете его к себе, и он ничего с этим поделать не может, он тоже тянется. Поэтому здесь идет страшный суд. Это у нас кармические отношения, это судьбоносные отношения, это связь не просто так. Поэтому, да, вы для него и сексуальная женщина, и красивая женщина. Да, хорошо. Кто загадал цифру номер 4? Так, насколько вы для него привлекательны? Ну, раньше, да, сейчас уже нет, скажу сразу, потому что он вас видит какой-то уставшей женщины. Энергетика ваша на нуле, а, скорее всего, наверное, вы работаете очень много с утра до вечера, и по субботам, и воскресеньям, наверное, света белого не видите, да? Поэтому он уже вас не видит, вот эта привлекательность, какая изначально она была. Поэтому обратите на это внимание. Еще как вариант могу сказать, почему вы, наверное, для него не привлекательны, потому что, может быть, мужчина вас не видит. Не видит никак, нигде, он вас не может прощупать, увидеть не может, ни в сайтах, ни в интернете, ни еще где-то. Вы себя не показываете. Может быть, вы от него полностью закрылись, его заблокировали. Поэтому у него, может быть, да, вот это вот чувство внутреннее, а я не знаю, какая она, ее нигде нету. Это тоже может быть как вариант. Давайте еще спросим, насколько вы привлекательны для него, принцесса Пентакли. Ну, я не знаю, наверное, скорее всего, немножко привлекательны, да, но здесь все равно такое ощущение, как будто мужчина вас плохо знает, или плохо знает, или вас мало видит, и информация у него не такая четко идет по отношению к вам. Все-таки здесь общий расклад. Ну, не знаю, вот такое ощущение, что мужчина немножко вас, как будто, может быть, заблуждается. В принципе, вы для него идете, как молоденькая, молодая, которая только встает на ноги, которая где-то глупая, где-то умная, да, женщина, которая зарабатывает деньги, которую хочет семью, которая, может быть, беременная, или которую хочет ребенка, да, то есть он как-то вот, вот этим, кстати, вы его и привлекаете, может быть, вы, да, и вот вызываете, как бы, в голове такие у него фантазии, ощущения, что вы та женщина, с которой можно построить отношения, но вы еще юная, может быть, да, вот как-то вот, вот так вот. Но домашняя, домашняя, типа из нее хорошая получилась бы жена. Вот не знаю, у меня прям вот эта информация идет, что он как бы смотрит, привлекательно или нет, но вопрос, да, да, вот из нее хорошая получилась бы жена, но много может быть работает, вот такие мысли, или, или, например, из нее хорошая жена получилась бы, но я ее как-то не вижу, может она вышла замуж уже, да, или еще что-то, вот то есть какие-то такие мысли, привлекательны вы для него или нет? Король мечей, ну вот видите, поэтому говорю, здесь немножко какой-то такой идет сумбур, и карты также показывают, потому что, может быть, между вами нету связи, или связь прервана, или еще что-то происходит, да, непорядок какой-то, такая, знаете, как раздробленность идет, да, вот нет вот этого энергетического соединения вашего и этого мужчины, я не знаю, может быть, этого мужчины вообще как бы нету по природе сейчас, потому что он умерший, такой тоже бывает же, может вы такого мужчину загадали, но здесь идет по королю мечей, да, женщина она жесткая, жесткая, да, очень мощная, холодная, как мужик такой стальной, или у нее работа такая, которая, вот действительно, то, что я сказала, первая карта, да, она аж прям, нету сил, нету сил, очень уставшая энергетика, потому что много работает, тем более, что если ваша сфера деятельности связана с металлом, с медициной, или же там, где юриспруденция, да, вот если в этом вы участвуете, да, вот в этих профессиях, если вы работаете, то, скорее всего, да, мужчина вот о вас так и думает, но привлекательно, наверное, тем, что вы как мужчина умеете работать, отпор давай, отпор можете давать, как мужчина, думайте, как мужчина, склад ума, как мужчина, может, мы вам, вы машину, может быть, водите, как мужчина, ну, вот так, вот так, да, здесь, потому что, король, король мечей, да, насколько привлекательно, что она такая, как мужик, да, как скажет, так все, так и должно быть, еще кулаком по столу, бац, вот поэтому, да, Да, вот, ну, здесь с одной стороны она мощная, сильная, с другой стороны она юная, она домашняя, женщина дородная, которая умеет рожать, то есть, вернее, может родить, да, создать семью. То есть вот это у него, у вас вот это есть, да, и женское начало, и вот это, вот смотрите, как чётко здесь идёт. Смотрите, король, да, король. И смотрите, женское начало принцессы Пентакли, женщина беременная. То есть вот такой вы у него и вызываете, вот как я и показываю картинки. Вот это, вот это ему в вас и нравится. Нравится? Ну, хочу сказать вам просто сейчас от себя, что очень много работаете, и отдыхайте, отдыхайте, вам восстанавливаться надо. Не отдавайте себя полностью работе. Подумайте о личной жизни, подумайте о себе. Так, ну всё, поехали дальше. И ещё. Если вы работаете в холодном месте, тем более, что скоро, то сейчас уже осень, и потом зима, одевайтесь теплее хорошо, потому что, чтобы это на вас потом не отразилось, на женскую половую функцию. Вообще, женские половые органы всегда надо беречь. Всегда. Поэтому обратите на это внимание. Говорю заранее. Так, дальше. Пятое. Пятое. Насколько вы для него привлекательны? Да, привлекательны тем, что вы хотите учиться. Вы привлекательны тем, что вы всегда в росте, вам всё интересно, вы постоянно читаете. Может быть, на какие-то курсы там записаны. Может быть, вы работаете с этим человеком непосредственно. Может быть, он считается вашим начальником или вашим подчинённым. Или же, в принципе, вы между друг другом идёте, знаете, как один старше, другой моложе, да, по возрасту. И вы привлекательны тем, что вы идёте со временем, да, в ногу со временем. Вы чему-то обучаетесь, и вам всё интересно. Вот эта женщина, которая смотрит вперёд, вот эта вот ваша дальновидность, его это тоже очень привлекает. Давайте ещё посмотрим, чем вы привлекаете. Что вы учите, вы друг друга учите, понимаете. Один из вас выступает как учитель, а другой как ученик, в любом случае. Один старше, другой моложе. Так, чем вы ещё привлекаете этого человека? Давайте посмотрим. Да, императрица. Вот это вы, видите, вот эта вот красотка. Возможно, знак зодиак, ну, лев. Возможно, лев. Также это может быть и телец, овен, например, да. Женщина, возможно, темноволосая. Возможно, восточных кровей. Настоящая женщина, которая, вот это женское начало, которую может рожать, да, которую может любить, которую может отдавать, которую может воспринимать там всё и вся, которая может помогать, которая прекрасная хозяйка, шикарная любовница, чудная жена. То есть, у вас есть всё, что должно быть в женщине. Вот у вас это есть. И ему это очень нравится. Мало того, что у вас и фигура шикарная, понимаете, вот эта вот женская фигура, широкие там бёдра, там, наверное, большой размер груди, да, вот эта вот красивая кожа, длинные волосы. То есть, у вас у самой потрясающая, вот эта, наверное, да, как Венера Милосская фигура женская. Дальше. Дальше. Чем вы ещё привлекаете этого мужчину? Да, старший Аркан Солнца. Ну, потому что вы такая потрясающая. Вы, слушайте, наверное, и золото любите постоянно носить, да, или цвета такие, знаете, яркие, там, жёлтые, может, оранжевые, красные, да. Такая женщина, наверное, импозантная, такая шикарная просто, вот роскошная. Вы, наверное, входите куда-нибудь, и вас там уже прямо издалека видно, что это вы вошли. Ну, так оно и есть. Я просто сейчас, вот, я сейчас читаю его мысли. Понимаете, насколько вы для него привлекательны. Мало того, что у вас внешний вид такой потрясающий просто, да, вы и выглядите так, и одеваетесь, стиль одежды и так далее. Так ещё у вас и характер же шикарный, шикарный просто. Не хороший, а шикарный. Потому что здесь старший Аркан Солнца, я, у вас первое слово я, я хочу. Я хочу так, значит, должно быть так, всё. То есть, и вы даже сами всё можете себе сделать в этой жизни. Я тоже уверена, что у вас шикарный дом, или квартира, или хорошая работа, высокая хорошая должность, да. И вы всё, что вы имеете, заработали сами. Или даже если вам подарили, то подарили не за красивые глазки, а подарили за то, что вы в этой жизни кому-то что-то помогли. А у вас есть эти возможности. Может быть, вы из хорошего рода, из приличной семьи, да, зажиточной, хорошей. То есть, вас всё прям вот по жизни как-то, да. Вот, ну, по крайней мере, он видит вас такой. Вы привлекательны для него. Что вы страстная сексуальная женщина в постели, от которой он просто оторваться не может. Какая там любовница? Он только вас и видит с утра до ночи. Вы у него в фантазиях, понимаете? Везде у него. Как Белемову, здесь на лбу написано ваше имя у него. Потому что он не может вам найти замену. Ну, такой красавицы нету, только вы. И вы удачная, у вас хорошая защита. Да, защита энергетическая, я имею в виду. Что вы яркая, красивая женщина, бесподобная, с страстным, гордым, таким характером, мощным, да. И, ну, я не знаю, сейчас я прям столько сейчас буду говорить ещё хвалебных слов. Может, хватит. Я думаю, что вы меня поняли. Так, сколько у нас по времени-то? Хорошо. Идём дальше. Кто загадал шестую позицию? Так, насколько вы привлекательны? Ну, вы привлекательны тем, что вы с ним на одной волне. Ну, здесь шестёрка чаш. Вы как дети, понимаете? Оба-два ребёнка, которым хорошо, вот как этой, знаете, маленькой песочнице, где они друг друга понимают, где они друг друга слушают, какие-то шуточки говорят, смеются, там, не знаю, дерутся. Им классно. Им классно, потому что они как дети. Вот эти детские эмоции, эти шутки там тоже, это же всё эмоции, на эмоциях, на одной волне. То есть вы привлекательны для него тем, что он видит вас своего человека. Такой же ребёнок, как я. То есть, да, вот это вот. Давайте ещё посмотрим, чем вы ещё для него привлекательны. Башня, 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 башня. Разрушение. Ну, я не знаю, разрушение, чего касаемо. Разрушение. Может быть, вы разрушаете какие-то стереотипы. Может быть, вы живёте так, как вы считаете нужным, правильным, не думая о последствиях, или не думая о том, как надо, или как хорошо, или как это будет выглядеть со стороны, а вам плевать. Я хочу так, значит, должно быть так. Всё. Понимаете, карта башня. Я могу сегодня всё разрушить, послать тебя подальше. А завтра я позвоню, скажу, слушай, да ладно, прости. Там вчера вскипела. Давай померимся. То есть, да, мы же как дети. Давай померимся. И всё будет опять хорошо. Понимаете, по башне. Ну, не знаю. Но вот вы привлекательны тем, что вы можете, я не знаю, разрушить какие-то стереотипы, какие-то законы, не знаю, мироздания, и построить своё, свою башню какую-то, знаете, не хуже Останкинской. Я не знаю, передавать там какие-то там, я не знаю, СОС, звуковые там, я не знаю, сигналы на какую-нибудь планету, там другой, Альдебаран. Не знаю. Ну вот с вами просто ему интересно. Он иногда просто в шоке. Чего от вас можно ожидать? Давайте ещё посмотрим, насколько вы ещё привлекательны для этого человека. Ага. Ну, в принципе, девятка жезлов. Сколько вас не останавливает, вы всё равно будете идти вперёд. Тихо ли вы будете идти, или быстро. Но вы из тех людей, которые вообще, невзирая ни на что, всё равно движутся к своей цели. Ему это нравится в вас. Вот в эту силу, которую он видит в вас, он понимает, что он этой силой не обладает, а этой силой обладаете только вы, которая идёт, прёт вперёд. Ну так, тихо, медленно, да, но всё равно идёт вперёд. Ему это нравится. А как у неё это получается? Блин, я уж не смог бы. Я сейчас попал бы там в лужу, и всё, потонул бы в этом болоте. А она прошлась, как Иисус по воде. Понимаете, он просто в шоке. Как у вас это получается по жизни, вот так вот жить? Потому что он не может. Он не может так, как вы. И поэтому у вас, наверное, какой-то своя вот эта вот, да, чуйка жизни, как надо жить. Так что вот так вот этим вы его и привлекаете, да, и привлекательна для него такая. Такая сладкая, наверное, женщина, в которой он разобраться не может, как загадка в нём. Так что вот так. Вот такой был расклад. Я думаю, многие для себя что-то поймут, интересное, сделают выводы. В любом случае, будьте счастливы, и пусть у вас будет всё хорошо. Спасибо. До свидания.